Сегодня речь пойдет про вот этот мотор-шилд. Приехал он в такой вот коробочке, если кому интересно. И вот так вот он выглядит. То есть, и как видно, собран он на весьма популярной микросхемке L298. Если кто не знает, это полумостовой драйвер, который держит ток до 2 А и довольно-таки сильно греется. Помимо микросхемки, здесь вот виднеются две детальки. Это посередине мастерологические элементы. К сожалению, схемам на этот шилд не найти не удалось. Поэтому можно только догадываться, что это. Скорее всего, это инвертирующие триггеры, благодаря которым экономятся ноги Ардуины. Здесь они вот тут подписаны. Как видно, для управления двумя моторами используются всего четыре ноги. То есть, чтобы управлять направлением вращения мотора, нужно подавать на вход дир, либо логическую единицу, либо логический ноль. Чтобы мотор крутился либо влево, либо вправо. А второй ногой, которая ПВМ, мы управляем скоростью вращения, что довольно удобно. Но вот только шилд этот занимает шину СПИ, что не очень хорошо. Что здесь еще есть? Ну, этот вход, понятное дело, для питания. И он же, по идее, соединяется со входом в ИИ на Ардуины. То есть, расчет все-таки на сборку неких машинок с батарейным питанием. Что сюда мы подключаем батареи, от них же питаем всю логику и моторы через этот же шилд. Также здесь есть некая площадка, на которой можно что-нибудь напаять. Например, разъем для Блутуса. И есть несколько стадиодов, которые отображают состояние выходов. На нижней стороне ничего нет. Ну и питание, да, вот идет на вход в ИИН. Только немножко погнуты ноги, но это не проблема. Подключил сейчас к этому шилду два вот этих вот мотора. Шилд надет, опять же, на Леонардо. А в Леонардо залит небольшой примерчик, который крутит по очереди эти два мотора. То есть, можно дать питание на шилд. Вот, заработал один мотор. Второй в противоположную сторону. Ну и теперь оба. Ну и так по кругу. И вот он этот код. В самом верху в директивах указываем, какой номер ноги чему соответствует. В сетапе их конфигурируем на выход. Аналог конфигурировать не нужно. А в цикле уже крутим все эти моторы. То есть, сначала включаем выход А. То есть, даем на цифровой выход логическую единицу. И шимом включаем 200. Ну, это скорость. От 0 до 255, соответственно. Ждем 3 секунды и выключаем его. Потом делаем то же самое с выходом В. И следом крутимся вместе, но уже в обратную сторону. То есть, здесь указано Low. И уже скорость немножко побольше. И это все дело происходит по кругу. Ну, на этом вроде бы все. Все ссылки, как всегда, в описании. Спасибо за внимание. Пока. Продолжение следует...